Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет очень важная тема для разговора. Поговорим о стремительном вымирании пчел, о причинах этого бедствия и его последствиях. Человеческое общество чрезвычайно сложное и хрупкое. Оно построено на множестве компонентов. Один из них – это пчелы. Одна треть пищи, употребляемой людьми, доступна благодаря пчелам. Они важны настолько, что если пчелы вдруг вымрут, то тысячи растений погибнут. А это может привести к продолжительному голоданию миллионов людей. Более того, пчелы имеют огромное влияние на экономику. Заработок на опыляемых пчелами растений в год составляет около 300 миллиардов долларов. Еда, воспринимаемая нами как должное, попросту перестанет существовать без пчел. Или же будет массивный спад продуктивности. Яблоки, лук, тыквы, а также растения для кормления скота и другие, которые очень важны для получения молока и мяса, могут пропасть. Иногда даже цитирует Альберта Эйнштейна, якобы сказавшего, «Если пчелы умрут, люди последуют за ними через несколько лет». Возможно, он и не говорил этого. Но в изречении может быть доля правды. Это тревожит. Но пчелы все же начали исчезать. Миллионы пчелинных семей погибли за последние годы. Пчеловоды по всей планете замечают убыток 40-90% от своих колоний. Согласно данным Всемирного фонда защиты пчел, каждую зиму США вымирает от 30 до 35% пчелинных колоний. С 1961 года число американских пчел уменьшилось в два раза, а количество пчел в пересчете на гектар сократилось на 90%. С 2000 года феномен, называемый синдром разрушения пчельных семей, повлиял на пчел во многих странах. И мы еще не до конца уверены, что является его причиной. Известно лишь, что это очень серьезная проблема, и за последние десятилетия пчелы подверглись вторжениям опасных противников. Например, паразиты, такие как акарапис вуди, микроскопические пчелиные клещи, поражающие трахеи пчел. В них они откладывают яйца и питаются жидкостями своей жертвы, делая пчел слабыми и проводя всю жизнь внутри тела пчелы. Элевароа дистрактор – вид опасных паразитических клещей, которые размножаются только в пчелиных семьях, является одним из главных пчелиных врагов. Самка клеща проникает в ячейку к пчелиной личинке, откладывает на ней яйца до того, как личинка станет куколкой, и до того, как рабочая пчела закроет ячейку воском. Из яиц вылупляются юные клещи, которые кормятся развивающейся пчелой. Безопасные, закупоренные ячейки. Обычно пчела от этого не умирает, а лишь становится слабее. Так что у нее остаются еще силы прогрызть путь сквозь войсковую крышку и вылезти из ячейки. Но вместе с этим пчела освобождает и выводок клещей, способный свободно перемещаться по улю. И начинается процесс снова с циклом около 10 дней. Число клещей быстро увеличивается. После нескольких месяцев это может привести к смерти всей пчелиной семьи. Однажды выбравшись из ячейки, взрослые клещи высасывают флюиды из пчел и изрядно утомляют их. Хуже того, они еще переносят вирусы, наносящие пчелам больший ущерб. Все это может привести к врожденным дефектам, такие как пара лишних крыльев или наоборот нехватка крыльев и недоразвитые конечности. Есть и другие угрозы для пчел. Вирусы и грибки в нормальных обстоятельствах феномен мог бы стать управляемым. Но его недостаточно, чтобы объяснить ужасающее число пчельных смертей. За последние годы были представлены новые инсектициды, смертельные для пчел. Неоникотиноиды. Химическая семья, близкая к никотину, была разрешена в ранних 1990-х годах, как альтернатива многим химикатам. Они атакуют насекомых, повреждая их нервную систему. Препараты очень токсичны для пчел, вызывают расстройство кишечника и впоследствии гибель пчел. Так называемый химический токсикоз. Сегодня они самый используемый инсектицид в мире. Глобально в 2008 году его продажи достигли полутора миллиардов евро, представляя 24% от мирового рынка. В 2013-м неоникотиноиды использовали США на 95% кукурузных полей, а также на большей части фруктов и овощей. Яблоках, вишнях, персиках, апельсинах, ягодах, зеленом салате, томате, картофеле, рисе, зерновых и много-много других. Пчелы взаимодействуют с токсином во время собирания пыльцы или покопьют воду, зачастую принося яд в улей, где он накапливается и медленно убивает всю семью. Токсины вредят пчелам разными способами. В достаточно больших дозах токсин приводит к конвульсиям, пролечу, смерти. Но даже в маленьких дозах он может быть фатальным. Из-за яда пчелы забывают, как ориентироваться в пространстве. Влетают в дикие места, теряются, умирают в одиночестве. Вдалеке от своих улей. Если такое случается достаточно часто, то улей может оказаться неспособным позаботиться о себе. Известно, что неная никотиноиды вредны пчелам, поэтому необходимо заменить их. Но на распространение ядов еще предстоит заработать миллиарды долларов. Исследования, спонсированные химической индустрией, волшебным образом утверждают, что пчелы не сильно подвержены токсинам. Хотя независимые ученые говорят обратное. Но, к счастью, борьба с неоникотиноидами постепенно стала развиваться в развитых странах. Есть и другие факторы, способствующие гибели пчел. Генетическое однообразие, манокультуры, плохое питание вследствие перенаселения, стресс от человеческих действий и другие пестициды. Каждый отдельно взятый фактор уже большая проблема для пчел. Но вместе они приводят к синдрому разрушения пчелиных семей. И, учитывая еще и паразитов, размножившихся за последние десятилетия, то медоносные пчелы изо всех сил борются за свое выживание. Их проигрыш может привести к катастрофе. Эту проблему нужно решить, если мы хотим нормально жить с разнообразной и многочисленной пищей. Человечество глубоко связано с Землей и другими существами на ней, даже если мы притворяемся, что это не так. Нам надо лучше заботиться об окружающем мире, если не ради красоты природы, то хотя бы ради собственного выживания. А вы думали, все так просто на Земле? Нет. Ну да ладно. До новых встреч. Не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео. Я думаю, все будет нормально. Субтитры создавал DimaTorzok